Мы уже побывали на Белинского, на новой территории, сюда пришли, сейчас пойдем на стадион. Жительница Колпашева Татьяна Кузнецова во время прогулок с внуком часто посещает общественные пространства, созданные в последние годы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Мне очень нравится, как-то есть теперь хоть выйти куда-нибудь, посидеть, отдохнуть с ребенком так же. Одним из излюбленных мест для Татьяны Кузнецовой и ее внука является сквер возле Краевического музея, который жительницу Колпашева привлекает своим дизайном. Лавочки, декоративный колодец, сделанные из дерева, вокруг живая изгородь, выполнено мощение из деревянных спилов, самобытно и стильно. Мне вообще-то все нравится, во-первых, лавочки такие необычные, колодец, ну все нравится, все очень чисто, аккуратно. Облик Колпашева в части благоустройства за последние несколько лет заметно преобразился, так отмечают горожане, радеющие за свою малую родину. Уже много заметил, что стали объекты обустраиваться, то же самое вот стадион, вот музей, пристань потихоньку начинает, парк. Я здесь родилась и здесь выросла, и очень интересно просто наблюдать, как ты растешь просто вместе с городом, когда ты растешь и вместе с тобой, допустим, музей строится, парк новый, все, ну то есть город преображается. Город преобразился, комфортнее стало, приятнее выйти, погулять по улицам, полюбоваться на красивые места. Для этого и работаем, чтобы горожане приходили и радовались. Наш город меняется на глазах, благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды. Порядка четырех общественных пространств преображаются в Колпашево ежегодно, и это не может не радовать. По четыре в год мы делаем с переходящими, уже около десятка, можно посчитать точнее, конечно, но уже много, не запоминается, сколько их всего, и это радует. Сделано немало, а сколько еще предстоит. В этом году в Колпашево будут благоустроены еще четыре общественных пространства, на что по федеральной программе направят 28,5 миллионов рублей. Аллея влюбленных на набережной. Надеемся, что будет место притяжения. Заканчиваем Белинского, то есть то место, где мы находимся. Следующий этап, площадь Кирова, 28, там у нас Корчевка-Тополей, чтобы дальше заниматься благоустройством в последующие годы. Ну и главный объект по деньгам, больше 12 миллионов рублей, это благоустройство тротуара на улице Белинского, между, соответственно, улицами Кирова и Ленина, то есть наше центральное лобное проходное место. Ну, он давно уже нуждался в ремонте. Мы пытались, скажем так, этот объект запустить по разным программам, не удавалось, вот результат сделаем в этом году. В рамках работ на четырех объектах в этом 2021 году уже заключено семь муниципальных контрактов, и, по сути, подрядчики приступили к их выполнению. Начавшееся в прошлом году благоустройство аллеи на улице Белинского в рамках федерального проекта нынче будет продолжено. В аллее приступили к посадке деревьев и кустарников. Здесь будут расти липы, яблони, черемуха, сирень, пузыреплодник, спирея. Появится также газонная трава и цветы. Этим летом установят малоархитектурные формы и детский игровой комплекс. Больше десяти видов растений будут использоваться в ходе озеленения. Это как деревья, так и кустарники, другие травы газонные. Это второй этап, первый этап. В прошлом году, то, что мы видим, в этом году озеленение, малые архитектурные формы, детская площадка для детей. Аллеи на Белинского стало местом притяжения горожан. Ее ярким элементом является пешеходный фонтан. К слову, со дня на день он будет запущен. Со следующей недели потепления, вот так, по логике, к выпускникам планируем его запустить. Рейтинговое голосование в Колпашеве по отбору объектов благоустройства на 2022 год, стартовавшее 26 апреля, вышло на финишную прямую. 30 мая оно завершится. Горожане определят две территории, которые в следующем году в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» преобразятся, а вместе с ними обустроят еще два общественных пространства, так называемые переходящие территории, городская пристань и площадка по улице Кирова, 28, где работы начнутся этим летом. На благоустройство четырех объектов из федерации будет направлено порядка 30 миллионов рублей. И самое главное, мне важно, чтобы горожане, земляки, понимали следующее. Вот когда говорят, вот вы красоту наводите, а у нас там где-то трубы гнилые, где-то дороги не отремонтированные, где-то освещения не хватает. Все это так, я согласен. Но нужно понимать, что это деньги целевые, федеральные, по национальному проекту. Не могу я их потратить ни на дороги, ни на освещение, ни куда-то в другое место. Но благоустройство – это тоже дело нужное? Конечно, нужно. Название программы «Формирование комфортной городской среды», чтобы у нас было не только удобно, но и красиво местами.